Здравствуйте! Сегодня мы хотели бы предложить вам немного интересной и полезной информации. Надеемся, что вам понравится. Данный материал посвящен лайфхакам, которые раскрывают различные креативные способы хранения вещей. И прежде чем начать, давайте разберемся, почему же уборка это искусство. И первый наш пункт гласит, что процесс уборки нередко требует креативности, а именно уборка предполагает то, что требуется выбросить или убрать все, что нам не нужно или вызывает у нас дискомфорт, а все, что соответственно мы хотим оставить, все, что нам нужно, мы должны положить на место. И в первую очередь для этого нужно данное место предусмотреть. Человечество на протяжении всей своей истории постоянно придумывает новые разнообразные способы прощения уборки, прощения нашего с нами быта и жизни. Но о дизайнерском подходе, о креативном подходе, о пространственном мышлении мы поговорим немного позднее. Рассмотрим второй наш пункт, а именно если система уборки максимально налажена, то процесс становится подобен танцу или любой иной форме искусства, требующей точной координации движений. Под данное описание лучше всего подходит так называемая система fly lady. А именно она предполагает то, что человек должен на протяжении дня осуществлять уборку в короткие подходы по 5-10 минут. И соответственно если это уже возводится в привычку, то процесс уборки действительно становится подобен танцу, максимально скоординированным. Но конечно данная система подходит не всем, то есть не каждый человек готов хоть и понемногу, но тратить на уборку весь день. Поэтому подробно на этой системе мы останавливаться не будем, мы рассмотрим подход противоположный. А именно как максимально упростить уборку и сделать ее как можно более комфортной, быстрой и чтобы она тратила у нас как можно меньше усилий. И соответственно рассматривать мы это будем, возможность того как это можно осуществить с помощью различных ухищрений, но они позднее. Ну и собственно третий пункт как раз говорит об этом, а именно то, что создание различных инструментов и систем хранения часто тесно взаимодействует с дизайном, затрагивающим самые разные формы изобразительного искусства. А именно то, что мы можем продумать практичную систему хранения, еще не значит, что она впишется в наш интерьер. И любые подобные системы можно приспосабливать так, чтобы они были не только способом решения практических вопросов, но и преподносили нам немного радости от приятного визуального оформления. Перед тем как перейти к рассмотрению различных интересных способов организации хранения вещей, нам стоит рассмотреть методику Мари Кандо, именно специалиста по наведению порядка в доме. Она является также консультантом и автором четырех книг по организации домашнего быта. Ее книги продаются миллионными тиражами и переведены на множество иностранных языков. Собственно, первая ее книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» по сути является крайне рекомендованной к прочтению для оптимизации своего жизненного пространства. И по сути, несмотря на название, которое гласит «Магическая уборка», данное произведение говорит на самом деле не сколько о процессе уборки, сколько о налаживании здоровых отношений со своими вещами, поскольку многие люди имеют тенденцию к чрезмерному накопительству или не способны расстаться с вещами, которые им больше не нужны и не могут организовать свое пространство. И именно данные вопросы творчества «Марикандо» и рассматривают. Рассмотрим основные правила уборки по методике «Марикандо». Во-первых, уборка не по комнатам, а по категориям. Сперва необходимо собрать все вещи одного типа со всего дома и сложить их вместе. Начинать нужно с самой проблемной категории, а именно с одеждой, которую человек носит чаще всего. Также это необходимо, чтобы пробудить нужное ощущение по отношению к уборке, нужный настрой, а затем, соответственно, заняться книгами, документами и после этого переходить ко всем остальным вещам. Важно соблюдать последовательность, чтобы, соответственно, закончить самую сложную работу, освободить практическое пространство для остальных вещей и впоследствии ими заниматься. Второй пункт – это избавление от ненужного. То есть, если вещь не вызывает радость, то ее можно смело выбросить. Если же эта вещь действительно вам нужна и вы ее выбросили, то вы, скорее всего, просто купите такую же. То есть, это один из таких способов проверки нужности вещей для вас. Третий пункт – это то, что уборка – это диалог с вещами. Мари Кондорик предлагает, что перед тем, как выбросить ненужную вещь, нужно поблагодарить ее за отличную службу, чтобы освободить отношения с вещью и воздать ей должное. Это хорошо в отношении тех вещей, которые могут быть памятными для вас, но уже не привлекательны для вас и в целом вам не нужны. В случае с необдуманными покупками Мария рекомендует думать о том, что эта вещь принесла вам радость в момент приобретения. То есть, она свою функцию уже выполнила. Еще один пункт – забыть про системы хранения. Ну, конечно, пункт рекомендательный, не совсем точный. Про все системы хранения забыть, в принципе, нельзя. Забыть нужно про излишнее и нефункциональное, поскольку они требуют большой последовательности действий, для их использования и использовать их правильно вы, скорее всего, не будете. Для вас это будет затруднительно, вам надоест. И тогда они, по сути, представляют собой тоже бесполезный хлам. То есть, чтобы не увеличивать количество хлам, они нужно его покупать. Еще один пункт – это вертикальное хранение. То есть, все вещи, которые необходимо хранить, не обязательно развешивать, так как они так занимают больше места вширь. Их можно сложить так, чтобы они могли стоять самостоятельно в ящике или в коробке. Или можно, соответственно, не сложить их, а свернуть в виде рулетиков. И также это дает полный обзор и удобство пользования. Еще один пункт – это правильное развешивание одежды. А именно, похожие вещи должны висеть рядом, слева направо, начиная с темных, теплых вещей, к легким и светлым. И последний пункт – это избавление от бумаг. То есть, старые журналы, учебные материалы и прочие излишние бумаги лучше заменить единым блокнотом или гаджетом. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что коробки-ящики – это лучшие инструменты для хранения. Во многом, поскольку для использования ящиков нужен минимум действий. То есть, если ящик стоит где-то, вам нужно его попросту выдвинуть и, соответственно, бросить или сложить туда вещь. То есть, последовательность действий минимальная. Коробки также помогают в протирке поверхностей от пыли и загрязнений. Так, например, рекомендуется использование пластиковых контейнеров для соблюдения чистоты в ванной комнате. А именно, некоторые люди обладают не очень хорошей тенденцией к покупке чрезмерно большого количества вещей или средств для ухода, таких как шампуни, например, или гели для душа. И, соответственно, если хранить все это в контейнере, то, во-первых, контейнер ограничивает человека в количестве, собственно, уходовых средств, которые человек может поставить на самое видное место. И, во-вторых, если вам нужно будет, соответственно, протереть поверхность, то вы просто поднимаете коробку со всем ее содержимым и, соответственно, вы поднимаете коробку, протираете поверхность и затем ставите коробку на местность. Вы сокращаете таким образом себе время уборки. Это очень важно. Теперь, собственно, перейдем к лайфхакам, а именно рассмотрим в первую очередь декор простой картонной, ну или не картонной, может, пластиковой коробке с помощью подарочной бумаги или клеенки. Украшенные таким образом коробки являются хорошим комплиментом к минималистичным по дизайну помещениям и мебели. Такую коробку можно использовать для складывания в нее часто используемых вещей. Например, тех вещей, в которых вы часто нуждаетесь в разных частях дома. Ну и, собственно, вы можете увидеть на фотографиях, каким же образом происходит обклейка коробки. То есть, сначала вы берете и ставите вашу коробку на, собственно, бумагу или клеенку. Опять же, у клеенки есть важное преимущество в лице разметки. Также клеенка предполагает наличие клейкой поверхности, что значительно упрощает работу с ней. И клеенка также защитит вашу коробку от влаги и в целом больше располагает опциями дизайна в плане натуралистичных узоров, природных паттернов. Если же вы больше тяготеете к чему-то геометрическому, минималистичному, то в этом плане богаче ассортимент подарочной бумаги. Но, конечно, бумага отличается своей неводостойкостью, в отличие от клеенки. У нее нет разметки и клейкой поверхности, но это легко компенсируется качественным, собственно, замером. И отсутствие клейкой поверхности не создает никаких проблем, потому что вы можете приклеить подарочную бумагу к коробке обычным прозрачным суперклеем. То есть ни в коем случае не используйте канцелярский клей или клей ПВА. Он заставит вашу подарочную бумагу потерять фактически весь свой приятный внешний вид. Она сморщится. Вы сначала отмеряете высоту вашей коробки. В данном случае на фотографии мы видим, как обклеивается крышечка коробки, но в случае с коробкой принцип абсолютно аналогичный. И на картинке справа вы можете заметить основополагающий принцип, а именно необходимо в размере высоты по вашей коробке сделать вот такие вот специфические уголки. Как видите, они заходят за пределы мерок самой коробки. Сейчас вы увидите, для чего это нужно. Как вы можете заметить на картинке слева, подобные уголки расположены зеркально. Это очень важно. И это необходимо для того, чтобы при склеивании, если делать, допустим, все то же самое, но не делать такие уголки, просто отрезать бумагу крест-накрест, у вас на стыках бумаги могут образоваться неприятные на вид отверстия. То есть, чтобы этого не было, чтобы все было проклеено равномерно, предусматривайте уголки. После того, как клеенка или подарочная бумага доклеена, как вы можете заметить на правой картинке определенным образом, вы должны прорезать определенные места на уголках, для того, чтобы вы могли в последующем завернуть оставшуюся внутреннюю часть вашей клеенки или бумаги. Ну и, собственно, показан процесс на крышечке, но в случае с коробкой процесс абсолютно аналогичный. Если просто вам понадобится больший размер бумаги или клеенки, то есть маленький кусочек здесь не сгодится, обязательно учитывайте высоту вашей коробки. Похожий упрощенный вариант это декорирование с помощью книжных страниц. Как вы можете понимать, лучшее место для книги, которая вам не нужна, это в самом библиотеке. Если, допустим, вы нашли книгу, которая плохая по содержанию или плохая по состоянию, и при этом выкинуть вам, допустим, ее жалко, то вы можете ее практически таким образом утилизировать. Если вы хотите обклеить подобным образом мебель, здесь вам уже необходимо использовать специальный клей для декупажа, лак для декупажа. То есть просто обклеить мебель и не покрыть ее лаком у вас не получится, точнее получится, но это будет очень недолговечное решение. Для организации вещей и различных мелочей можно создать для ящиков или ваших коробок для хранения разделители. Вариант слева предполагает создание разделителей из коробок из-под овсянки или хлопья, украшенных, соответственно, бумагой. Вариант справа предполагает то, что нужно воспользоваться плотным картоном, который не всегда легко раздобыть, и который есть не у каждого. Поэтому, если у вас нет его, то лучше, конечно, приобрести готовые разделители при возможности. Но если у вас есть такой картон, вы можете вырезать в нем полоски шириной, собственно, в сам размер картона. И в соответствии с размером вашего ящика предусмотреть расположение разделителей, и отверстия в разделителях вставляются в отверстия. Таким образом, разделители получаются одной высоты. Но процесс трудоемкий. Думаете, сможете ли вы справиться именно с таким вариантом? Возможно, вариант слева окажется для вас более практичным. Важно делать разделители высотой в высоту ящика или полки, чтобы не было искушения накидать вещей сверху, чтобы они обязательно сортировались. Ярвочки для коробок, ящиков и паночек помогут вам с организацией пространства. Можно делать их из самоклеящейся бумаги, можно распечатывать готовые варианты из интернета, выбрать красивый шрифт. Или вы можете попробовать нарисовать ярлычки самостоятельно, можете стилизовать их, например, под надписи мелом, как это показано на примере ниже. Или вы можете сделать прозрачные ярлычки с помощью обычного скотча и распечатки на бумаге текста с лазерного принтера. Почему лазерного? Потому что для того, чтобы получить такой ярлычок, скотч клеится поверх распечатанной надписи, качественно проглаживается и затем складывается вместе с бумагой в воду. Если у вас принтер стройный, то ничего на скотч не переведется, у вас надпись просто расплывется. Ну и соответственно, когда бумага размякла, вы ее стираете со скотча, он сохраняет свои клейкие свойства и на нем остается надпись. И вы можете приклеить эту надпись на баночку. Преимущество такого варианта по сравнению с другими, то что покрытие дополнительное лаком, бумаги не нужно и этот вариант водостойкий. То есть такую надпись можно мыть. Важный момент в уборке это хранение бумаг. На фотографиях вы можете увидеть самодельные разделители, количество категорий ограничено только вашими потребностями и воображением. И вы можете сделать их как из обычного картона, так и из эстетически приятной бумаги для скрапбукинга. Преимущество такого хранения в том, что вам легко рассортировать самые разные бумаги. И можно использовать это для документов или, например, как показано на картинках, для сортировки рецептов, которые могут быть записаны или вырезаны из самых разных источников. Еще один интересный вариант хранения это вертикальное хранение украшений. На левой картинке вы можете увидеть рамку, на которой была повешена сетка. И таким образом можно эстетично разместить любимые украшения. То же самое, аналогичный вариант расположен справа. Подобную конструкцию можно купить, а можно попробовать сделать из все того же твердого картона самостоятельно. То есть вырезать похожую форму, установить ее на подставку, качественно ее приклеить и затем покрасить. Важно учитывать то, что лучше размещать таким образом только ваши самые любимые, самые красивые, самые часто используемые украшения. Если у вас украшений много, их нельзя развесить таким образом, потому что у вас произойдет нагромождение. И, соответственно, основную массу ваших украшений, если их много, лучше хранить отдельно. А таким образом размещать все самое необходимое и самое часто используемое. На этом все. Спасибо за внимание. Подпишитесь на нас в социальных сетях. Надеемся, что эти маленькие житейские хитрости будут для вас полезны. Берегите себя и оставайтесь дома.